Добрый вечер Гомель на Беларусь 4 прямой эфир. Телефон в нашей студии 342243 и сегодня мы поговорим о бизнесе. Тема более чем актуальная. Под Новый год наши предприниматели получили сразу несколько подарков. Указ 337 об увеличении видов деятельности без регистрации ИП и декрет номер 7 о развитии предпринимательства. Станет ли теперь проще открыть свое дело? Поговорим об этом сегодня вечером. Дорогие друзья, нам очень интересно ваше мнение, готовы ли вы заниматься бизнесом. Поэтому звоните в студию, пишите в Вайбере, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. А я хочу напомнить, что в Беларуси расширили список видов деятельности для занятия, которыми физическим лицам не надо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Эти изменения были приняты президентским указом номер 337, который был подписан 19 сентября. И основная его цель это содействовать развитию предпринимательства. Станет ли сегодня проще открыть свое дело? Поговорим об этом с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Дорогие друзья, встречайте. Владимир Васильевич Девойнов у нас в гостях. Добрый вечер. Рады встрече. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот мне всегда было интересно, что же движет человеком, который решил заняться бизнесом. Спросим об этом у психолога. Людмила Тутынина у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Людмила, добрый вечер. Присаживайтесь. Вот всегда интересно знать, как развивается бизнес-среда, как меняется бизнес-среда в нашем регионе. Вообще, что дают предпринимателю, будущему предпринимателю, например, бизнес-курсы и что такое социальное предпринимательство. Об этом поговорим сегодня с нашими экспертами. Я хочу пригласить в студию, пожалуйста, встречайте, директор Института повышения квалификации, переподготовки технического университета имени Сухова, кандидат технических наук, доцент Юрий Колесник. Добрый вечер, Юрий. И социальный предприниматель Оксана Шевченко сегодня у нас в гостях. Ну, очень часто эксперты замечают, что нашим бизнесменам чего-то не хватает. И обязательно кто-то должен оказать им какую-то помощь. Ну, вот действительно, кто же помогает нашим бизнесменам управлять своим бизнесом? Об этом расскажет в прямом эфире директор консалтинговой компании «Учет анализа аудит» Валентина Черич. Встречайте, пожалуйста. Валентина, добрый вечер. Здравствуйте. Проходите. Вот в такой дружной компании, да, у нас сегодня с вами очень такая важная задача. Хотелось бы в ходе программы не только проанализировать вот наш региональный бизнес, насколько он меняется, да, но и все-таки, наверное, помочь нашим телезрителям, тем, кто сегодня смотрит нашу программу, найти ответ на вопрос, почему я не занимаюсь бизнесом сегодня. Поэтому для начала предлагаю выяснить, что же все-таки движет человеком, который вот решил открыть свое дело. Ну, я думаю, получение прибыли, финансовую независимость. Так. Ну, традиционное мнение. Да. Прежде всего. Ну, наверное, человек желает самореализоваться. Вот в этой части, вот мое мнение, когда человек открывает собственный бизнес. Спасибо. Спасибо большое. Юрий, Оксана. Я думаю, что человек должен видеть проблему, которую хочет он решить, и реализовать себя в этой проблеме. Потому что бизнес – это не только деньги, но еще и способ решения этой проблемы. Спасибо большое. Оксана, какое у вас мнение? У меня за время вот вращения в бизнес-кругах сложилось такое мнение, что чтобы заняться бизнесом, конкретным делом, человек должен быть доведен либо до отчаяния, либо очень сильно быть вдохновлен чем-то, какой-то идеей. И вот эти две составляющие, если они еще и в комбинации есть у человека, которому движет идея, что-то открыть, что-то сделать, открыть новый продукт какой-то, либо открыть новый рынок. Отчаяние в каком смысле? Нет денег, хочется кому-то что-то доказать. То есть отчаяние в таком горячем виде, а вдохновение – я хочу что-то сделать, я хочу кому-то показать. То есть или очень хорошо, или очень плохо, да? Это две основные причины на вас. Да, две большие крайности. Мне кажется, это интересное мнение заслуживает действительно ответственность. Людмила, но… А вы знаете, Наташа, вот я хочу поддержать Оксану. На самом деле это действительно очень точное подмеченное мнение, выверенная точка зрения. То есть психологи поддерживают, да? Респект Оксане, она это увидела, да? То есть ты еще… А вот скажи, пожалуйста, все-таки ты работаешь с бизнесменами, как психолог. Вот на твой взгляд, стать бизнесменом сегодня, предпринимателем, может каждый человек, или для этого нужны какие-то особые данные? Наташа, ну вот такое вот искушение, да, вот хочется сказать, да, все идите в бизнесмены, вы все… Мы должны сегодня так сказать. Да, вы все справитесь. На самом деле это не так. Вот у каждого есть какой-то свой талант. Кто-то рисует, да, идите в художники, кто-то поет, у него есть талант выступать на сцене. Но у предпринимателя-бизнесмена должен быть особый талант, особое чутье. Зарабатывать деньги у него, у настоящего бизнесмена должен быть талант, как вам сказать, чуйка. А я бы сказала, красиво зарабатывать. Красиво зарабатывать деньги. И причем не только понимать, что я зарабатываю для себя, но еще и для тех, кто, например, в компании, для общества. То есть там слишком много всего должно быть. Людмила, спасибо большое за откровенность. Вопрос, наверное, действительно самый важный на сегодняшней нашей программе. Владимир Васильевич, вот как вы считаете, сегодня у нас есть, скажем, благоприятное для бизнеса климат в нашем регионе? Мне очень интересно ваше мнение. Ну я на этот вопрос отвечу таким вот образом. Те нормативные документы, которые вы сегодня называли, вкупе их было принято 7 нормативных документов. 337-й это первый указ, 7-й декрет завершающий был в этом блоке документов. Вот эти нормативные документы, сюда же, скажем так, работа исполнительной власти, начиная от обл. исполкома, районными исполнительными комитетами. Создание условий для бизнеса на местах, плюс облегчение бизнеса, которые определены сегодня в указах и в декрете, позволит бизнесу достойно развиваться в ближайшее время. Но я думаю, что все равно все будет где-то дорабатываться, поправляться, потому что это не точка. Бизнес все равно всегда развивается. И законы идут вслед за бизнесом. Он всегда чуть-чуть впереди. Спасибо большое. Ну вот продолжение, продолжение как бы этого вопроса. Оксана, вы предприниматель. Вот мне кажется, идеальная бизнес-среда для развития, да, это когда только ленивый не занимается бизнесом. А что вы можете сказать? Как вам уютно сегодня заниматься собственным делом? Знаете, у предпринимателей и налоговых органов есть... Зачем вы сразу делаете эту стенку? Нету никакой стенки. Нет, я так люблю сразу искать крайности. Есть две крайне противоположные цели. У нас как можно больше заработать и оставить у себя. У налоговой такая же цель, поверьте. У них как можно больше от нас взять и к себе положить. И я хорошо отношусь к тому, что налоговая выполняет роль на самом деле такого социального регулятора своего рода. Потому что благодаря нашим налогам у нас есть такое понятие, как условно-бесплатная медицина. Она-то бесплатная как? Мы платим налоги, получаем эту, скажем, да, услугу от государства. Дороги, по которым мы ездим. Это здравоохранение. Школы, детские сады. Школы, детские сады. Безопасность. То есть, уплачивая налоги, я всегда знаю, что это, в принципе, мне вернется в каких-то бонусах, которые мне предоставляет государство. Оксана, мы вас услышали. Да. Вам комфортно? Мне комфортно. Потому что вы платите налоги с удовольствием. Мне комфортно, но чем меньше я их плачу, тем мне радостнее. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Секундочку. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина Владимировна. Слушай, Ирина Владимировна. Я с Трогачева звоню вам. Так. Уже много лет думаю начать свое дело. А город наш маленький, да, тут как бы уже продается все, что только можно. Так. Я вот все не решаюсь. Может, вы направите, как-то посоветуйте, как начать свой бизнес людям, вот как я, проживающим в небольших населенных пунктах. Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Аплодисменты для вас. За вашу смелость. Спасибо большое. Да, Оксана, пожалуйста. Наташа, на самом деле это очень большая иллюзия, да, большая иллюзия, что уже все ниши заняты, да, и что мне некуда приткнуться, да. Вот именно этой женщине не хватает чего? Не хватает креативного мышления, творчества, где бы я могла себя реализовать. Это, кстати, один из очень важных аспектов для бизнесмена. Иметь великолепную идею. На самом деле мы очень много чего не имеем в обществе, правда, ни услуг. Не надо продавать, займитесь какой-нибудь, вернее, оказывайте какие-то услуги. Оксана, вы хотели что-то добавить? Да, я хотела сказать, что я родом из Рогачева, поэтому, когда я услышала, да, я поняла, это знак. И я хочу пригласить как раз-таки вот зрителя, который нам позвонил, попробовать себя в нашей школе. Возможно, мы поможем какую-то идею найти, реализовать. Мы говорим про школу социального предпринимательства. Об этом далее будет еще разговор. Да, и на самом деле проблема найти работу и применение себе в регионах, это тоже социальный вопрос, большой вопрос, над которым сейчас работает государство и многие социальные проекты. Поэтому идею найти можно, и самая хорошая идея, это та, которая через человека проходит. Если человек найдет то, что он может себе продать и то, что будет ему интересно, значит, это будет полезно и интересно многим людям вокруг нее. Спасибо большое. Я думаю, сейчас как раз-таки самое время поговорить о том, как начать свой бизнес. Вот, Юрий, я предлагаю вот с вашей помощью обозначить тезисно вот на нашей доске основные шаги. Да, пожалуйста, просим вас, поддержим. Итак. Да, сегодня уже очень правильно прозвучало, что должна быть идея. Поэтому я бы начал с того, что у меня есть идея, и я хочу создать свой бизнес. Итак, находим идею. Креативную, как подсказал наш психолог, хотя слово такое не всем понятное. Творческую. Творческую. И, может быть, даже это должна быть идея, которая направлена на решение какой-то определенной проблемы. Поэтому будущий предприниматель, начинающий предприниматель, он уже должен представлять ту проблему, которую он хочет решить. Хорошо, с идеей определились. Да, с идеей определились. Вы знаете, у меня столько идей. Столько идей, но этого маловато, правильно, чтобы начать свой бизнес. Конечно, да. Одной идеи маловато. И вот очень хороший был телефонный звонок. Женщина сказала, что она уже давно хочет, но почему-то не становится предпринимателем. Ну, у меня тут есть свое, что называется, мнение, точка зрения такая, что есть у наших людей определенный психологический барьер для того, чтобы сделать этот, что называется, первый шаг. Поэтому я бы здесь написал психология. Кроме того, что этот барьер существует, его надо как-то преодолеть, Людмила. Ура, про нас заговорили. Да, Людмила, как преодолеть? В прямом эфире респект тому же сказал. Полностью поддерживаю. Что здесь можно сказать? Ну, кто-то боится, да? Это не секрет. Кто-то боится сделать этот первый шаг, кто-то ленится. В любом случае, здесь должен работать психолог. Это есть, кстати, специальные психологические тренинги по устранению психологических барьеров. Есть тренинги по самоопределению, чтобы человеку определиться, кто ты предприниматель или наемный работник. Вот очень важная роль мы тут видим психолога. То есть не все могут быть предпринимателями, кто-то будет очень хорошим наемным рабочим. Ну, может быть, да. Кто-то может быть очень наемным рабочим. Но я бы не говорил, что не все могут быть предпринимателями. Не все могут быть там Генри Фордами и Стивами Джобсами. Но почему бы не попробовать каждому? Я за то, чтобы попробовать. Пирожки печь, кстати, да. Могут многие. Наташа, то есть на уровне самозанятости человек может работать, да? А на уровне открытия, скажем так, бизнеса с наемными работниками это немножко другое. Но по поводу самозанятости, например, я сам работаю парикмахером, сам на себя и так далее. Почему бы нет? То есть, я так понимаю, второй шаг это хотя бы попробовать разобраться в себе. Попробовать разобраться в себе. Почему не получается? Почему я никуда не двигаюсь? Попробовать разобраться в себе и попробовать стать этим предпринимателем. Хорошо. А я сейчас поясню, что это такое. Потому что третий шаг, и даже вот я бы этот шаг обозначил не синим, а зеленым маркером. Пожалуйста. Сейчас поясню, почему. Это пройти обучение. То есть, это то, чего чаще всего не хватает, да? Я глубоко убежден, что вот именно обучение, именно образование не хватает нашим начинающим предпринимателям для того, чтобы быть успешными. На сегодняшний день невозможно быть успешным предпринимателем, если не хватает навыков в области права, в области маркетинга, в области взаимодействия с людьми, поиска контактов. Это ключевая роль. Я хочу вас перебить. Валентина, вы позиционируете себя как консалтинговая компания, которая оказывает помощь бизнесменам. К вам часто же обращаются, да, наши бизнесмены? Очень часто. Очень часто. Вы могли бы обозначить одной фразой уровень знаний в бизнесе наших предпринимателей? Высокий, низкий, очень низкий? Ну, средний, либо ниже среднего. Невысокий. Невысокий. Чего не хватает? Каких знаний? В законодательстве? В законодательстве в первую очередь. А еще очень часто они боятся. Просто страх какой-то, да? Боятся, знаете, обычно, в грузоответственности боятся. Может быть, спасибо большое. Я бы здесь даже еще такую аналогию, что ли, хотел бы привести. Ну, вот представьте себе автомобиль, которым управляет водитель без прав, который не умеет им управлять. У него сидят за спиной пассажиры, вокруг участники дорожного движения, и вот он поехал. Я бы, например, даже своему близкому родственнику не доверил бы свой автомобиль, чтобы он ездил по дороге. Примерно то же самое можно говорить и о предпринимателе, который без специальной подготовки идет в это дело. Ведь он отвечает не только за себя, но еще и за коллектив, который с ним работает, и за людей, которые его окружают. Поэтому обучение «Зеленый свет» — это как «Зеленый свет светофора». Это пропуск, что называется, в предпринимательскую деятельность. То есть это три основных момента? Я бы хотел еще обозначить. Да, на сегодняшний день, вот четвертый шаг, очень сложно быть предпринимателем без команды. Поэтому очень важно сформировать команду единомышленников или тех людей, которые будут тебя поддерживать, если это индивидуальные предприниматели и будут работать самостоятельно. Поэтому два момента. Это команда единомышленников, либо люди, которые тебя поддерживают. Поэтому здесь мы пишем «команда». Команда. Я так понимаю, вы этот список можете долго продолжать. Еще один пункт остался. Я вот когда написал «команда», то почему-то подумал вот эту, знаете, русскую мудрость, что не имеешь 100 рублей, а имеешь 100 друзей. Но все-таки без денег, наверное, тоже очень сложно начать свой бизнес. Поэтому пятый пункт — мы напишем деньги. Дорогие друзья, уважаемые наши телезрители, мне очень интересно, что бы из этого пункта вы поменяли местами. Я уверена, что пятый пункт у вас пошел бы первым или вторым? Вторым. Вторым, да. Скажите, Юрий, это ошибочное вообще мнение? Ведь мы сначала придумываем идеи, а лучше не так, находим деньги, а потом думаем, куда их потратить или вложить. Совершенно верно. Присаживайтесь, пожалуйста. Наташ, поэтому на первое место нужно всегда стать кого? Психолога. Юрий, как вы скажете, это ошибочно? Так, ошибочное мнение начинающих бизнесменов. Все-таки с чего начинать? Ну вот я соглашусь с Людмилой, мой личный опыт показывает, что важно сделать именно вот этот первый шаг, важно определиться. Поэтому психология и обучение — это первое место. Спасибо. Спасибо большое. Вот у нас есть сообщение в Вайбере от Валентины. Я репетитор, без ИП, проживаю в Речице, сколько надо платить в месяц налог? Задают вопрос. Это, наверное, наш телезритель хочет, чтобы мы поговорили про указ 337-го. Ну что ж, Владимир Васильевич, вот с появлением указа 337-го, не кажется ли вам, что многие с ним вздохнули, мол, появилась надежда, что сегодня заниматься бизнесом станет намного заманчивее для тех, кого есть что-то рынку предложить? Ну вот что показали вот эти вот два месяца? Ну, вид деятельности репетиторства вообще относится к налоговому кодексу. 30 видов деятельности с учетом норм указа 337-го, на сегодня осуществляется без государственной регистрации, 12, которые указом дополны. До этого все виды деятельности были включены, соответственно, под налоговый кодекс, и они были уже определены раньше. Сегодня в Гомельской области порядка 876 человек занимаются, физических лиц занимаются репетиторством. И ставки налога зависят от места осуществления деятельности. Сама Гомельская область, город Гомель, город Мозы, Речица, Светлогорск, Жлобин и иные населенные пункты. Это была Речица? Это Речица, да. Это Речица. Звонок был из Рогачева. Если не ошибаюсь, это 26 рублей. Человек должен прийти в налоговый орган, написать уведомление, сказать, какой вид деятельности осуществляет, в каком месте он будет осуществлять этот вид деятельности, какой период. Налоговый инспектор рассчитает сумму налога, гражданин уходит, оплачивает налог и осуществляет самостоятельно этот вид деятельности. Вы знаете, я предлагаю обратить внимание всех нас в студии, наших телезрителей, на следующий слайд. Мы подготовили 7 разных видов деятельности из этого огромного списка. По-моему, там 30, да? Да, 30. 30 видов деятельности, да. Мы выбрали 7, чтобы обозначить такой средний размер налога для нашего региона. И я вот попрошу сейчас режиссера показать этот слайд, а вас, Владимир Васильевич, хочу еще раз попросить прокомментировать, да, кому придется платить больше и от чего зависит ставка единого налога. Итак, вот на наш взгляд, это распиловка и колка дров от 4 до 10 рублей, самый-самый такой маленький, как бы, единый налог. И штукатурные, малярные, стекольные работы. Здесь самый большой единый налог в месяц от 90 до 130 рублей. Ну, я-то хочу сказать. Да. Вообще, ставки единого налога, наверное, когда они формировались и, соответственно, с приложением 25-м налогового кодекса были они приняты, когда вышел 337-й указ, он определил базовые ставки налога. И Гомельским областным советом депутатов, они утверждены для Гомельской области, в расчет здесь брало что? Период и место осуществления деятельности. Это раз. И доходность бизнеса. Если дизайн интерьеров, наверное, мы говорим о том, что он приносит больше дохода, да? А колкадров и погрузочно-разгрузочные работы, они приносят меньше дохода. Поэтому исходили из того, какая доходность, такая сумма и налога. И территория. Где будет проходить ваш... Вот эти основополагающие моменты были уж сены и, соответственно, были вынесены для рассмотрения депутатов и, соответственно, были приняты сессией. Спасибо большое. Вот хотелось бы... Спасибо. Хотелось бы обратиться к сообщениям в вайбере наших телезрителей. Очень интересное сообщение о том, какой бизнес у нас сегодня. Вот Даниил, например, говорит, что бизнесы у нас вообще бывают разные. У меня цветочные на жизнь хватает. Ну, мы рады за вас, Даниил. Да. Виталий сообщает, что бизнесменам быть сложно, но очень приятно. Я продаю спортивную обувь. Вся семья занята делом. Риски большие, но зато не бедствую. Мой совет – начинать бизнес с хобби. Интересный совет. Что скажете? Хобби – это интерес. Это интерес. Это то, что вы знаете, любите. Конечно, конечно. Собственно, это вот указ 337 для тех, у кого есть хобби, да, мне кажется. По видам деятельности, которые там предусмотрены. Да, да, то, что вы любите. Начинали делать, печь там пирожки, да. Вот, пожалуйста. Ну, очень хороший совет. Норма, кстати, ушла в указ, и сегодня по этому виду деятельности можно заплатить единый налог. Если я так точно помню цифру, 22 физических лица за два месяца зарегистрировались по этому виду деятельности. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок, мне рассказывают. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. У меня следующего плана вопрос. Мой муж очень любит собирать грибы, ягоды, ну, в СИЗО грибовый ягод. И, ну, то, что лишнее, он продает обычно на местном рынке. Скажите, пожалуйста, мне интересует следующее, это единый налог, совершая, ну, вот эти продажи. Если телезрители не услышали, вопрос звучал, стоит ли платить единый налог при таком вот виде деятельности. Спасибо большое за звонок. Этот вид деятельности не облагается единым налогом. И, скажем так, дары леса освобождены от уплаты любого налога. Ни подоходный, ни единый здесь не уплачивается. Есть еще сообщение. Вадим говорит, никогда не начинайте бизнес с партнерами. Ни к чему хорошему это не приводит. А какой-то тяжелый опыт. Команда была, да? Команда. Команда. Команда, а вот тут партнеры. Я имел в виду с друзьями. Наверное, да. Потому что партнеры это обязательное условие. Равноценные условия. Да, обязательное условие успешного бизнеса это когда есть команда партнеров. Ну, то есть, даже если команда создается просто сначала с людей профессионалов, в итоге потом все равно приходит к идее стать партнерами на каком-то этапе. А вот бизнес с друзьями говорят, что лучше начать заниматься бизнесом и стать друзьями, чем стать друзьями, а потом начать заниматься бизнесом. Валентина, а вы довольны командой, которая есть? Да, у нас очень дружная команда. То есть, вы согласны с этим пунктом, что команда должна быть обязательно? А вы бы поменяли в этом списке что-нибудь? Вы успешный бизнесмен. Поменяла бы, да. Например. Деньги на первые, да? Нет, после идеи я бы поставила все-таки деньги. Потому что стартовый капитал... Вы и начали нашу программу с этого, что в бизнес идут только те, кто хотят заработать. Ну, по сути, да. Это, можно сказать, главная цель всегда и у всех заработать. То есть, получается, что Юрий и Людмила они лукавят, когда говорят, что надо как-то какие-то иметь еще и хобби, какие-то интересы. Но бизнес-то открывается когда? Когда есть идея, значит, человек придумал, что я буду чем-то заниматься. Он это умеет делать. Пожалуйста, вот и хобби. Почему вы занимаетесь именно консалдингом? И вообще, что это такое? Расскажите нашим зрителям. Я уверена, что многие даже не понимают, что такое региональный гомельский консалдинг. Это услуги, которые мы предоставляем любой организации. По ведению бизнеса, правильно? По ведению бухгалтерского учета. Я бы уточнила. Бухгалтерского учета и сдача отчетности. Что еще такое? То есть вы обучаете бухгалтеров? Нет, мы ведем именно бухгалтерский учет конкретных компаний. Скажите. Мелких, индивидуальных предпринимателей, частных, больших, разных. А что, наши предприниматели не могут это делать сами? Некоторые не могут, да. Есть проблемы, они не понимают, они не знают законодательства и они к нам обращаются, мы им помогаем. Вы знаете, вот у вас сегодня есть реальная возможность сообщить всем, где они совершают ошибки, когда начинают свой бизнес. Вот мне очень понравилось, как вы до передачи говорили о том, что бухгалтер иногда важнее директора, потому что это то, что в принципе и... Ну я бы сказала, не то, что важнее директора, это второй человек после директора, потому что директора занимаются развитием бизнеса, а бухгалтер, он должен следить за правильностью, правильностью оформления, подсчетов, расчетов, то есть он должен направлять в разные, можно сказать, русла. То есть делать бизнес проще? Да, чтобы не наделать ошибок. Оксана. Да, я бы хотела просто дополнить такой момент, почему нужен бухгалтер. Одна из главных ошибок начинающих предпринимателей, это как раз таки экономия на грамотном ведении бухгалтерии, в самом начале. Потом проходит два-три года, приходят налоговые проверки, и ты понимаешь, что, в общем-то, надо было заплатить хорошему профессиональному бухгалтеру, чем потом платить бешеные штрафы. То есть экономный платит... Не согласен с этой точкой зрения про бешеные штрафы. Они в административных кодексе действительно никакие, как вы сказали, однозначно. Согласитесь, для маленьких организаций они высоки. Ключевое слово здесь было важно иметь хорошего бухгалтера. Так вот, когда фирма маленькая, один, два, три человека, принять на работу бухгалтеров штатную единицу, иногда бывает не очень целесообразно. И вот когда-то мы тоже сотрудничали с компанией учет анализ аудит, да, они нам помогали в течение года наладить наш бухгалтерский учет. Они подтянули нашего бухгалтера, подтянули нашу отчетность. И, в общем-то, на каком-то этапе развития компании это очень хороший вариант. И выгодно по затратам, и очень профессионально по усерднику. Я хочу дополнить, когда открывается организация, у них, как обычно, не хватает денежных средств, правильно, начального капитала. Огромное количество идей, да? Да, идей много. Человеки не изучили, они не фунтили. Идей не надо, понимаете? Какой пункт однозначно, прописан правильно. Идей много, и хочется все и сразу. А здесь еще нужно организовать место бухгалтеру, куда-то его посадить, купить компьютер, провести интернет, потому что у нас сейчас даже налоговые декларации издаются через интернет. Надо добавить, бухгалтер. Мне кажется, что без этого это команда. Там написано с командой, это команда. Это команда, да. То есть, из этого вытекают и остальные как бы затратные части. На этом можно сэкономить даже очень большие деньги. Спасибо, слушаем. Не большая ремарка. Действительно, я тут согласен с коллегами, не согласен только с одним. С большим налогом. Для того, чтобы, если ошиблись, заплатить. Но, совершенно правильно с бухгалтером, не будет поставлен нормальный учет, бизнес может просто погибнуть. Да, самое главное, можно я сказать. Сейчас, сейчас. И из практики дойдет до субсидиарной ответственности, когда уже те люди, которые были виновны, будут платить, возмещать, скажем, налоги государству уже за свой личный счет. Такая статистика есть, я не буду сегодня ее озвучивать, но то, что коллеги правильно сказали об учете, он должен быть поставлен вместе с началом бизнеса. Спасибо большое. Да, хотела просто еще дополнить, что, когда человек открывает бизнес, здесь действительно нужно подобрать для него оптимальную систему налогообложения. Подобрать оптимальную систему, схему работы. Оптимизировать, конечно, потому что некоторые приходят, ой, мне там посоветовали, я буду вот так, вот так, вот так, а в итоге получается, что, извините, я сработал в минус. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на Беларусь 4, тема нашей сегодняшней программы «Как начать свой бизнес». Нам очень интересно, готовы ли вы заниматься бизнесом. Звоните в студию, пишите в Вайбер, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. И сегодня я хочу сообщить, что у нас в гостях, в нашей студии, студенты, предприниматели, на самом деле, очень интересно узнать их мнение о развитии бизнеса в нашем регионе. Добрый вечер, вы как помоложе, я смотрю здесь, да, в этой компании. Представьтесь, пожалуйста. Да, я действительно еще студент, меня зовут Денис, студент Белгута. Скажите, вы уже решили, чем будете заниматься после учебы? Давненько решил и уже начал действовать, открыл свою собственную ферму. Серьезно? Давно открыли? Этим летом. А, то есть у вас указ 337-й минул, как-то так, да? Вы оформили ИП? Частное торгово-нетарное предприятие. Скажите, на данный момент вас что-то вот пугает, останавливает, или когда вы открывали бизнес, что-то вот... На самом деле, я уже был подготовлен, я прошел обучение, вот как раз-то Юрий Колесник подчеркнул это. Я был у него, и был, так сказать, подготовлен ко всем неожиданным вопросам. Тогда у меня другой вопрос, если позволите. А зачем вы пошли на эти курсы? То есть вы понимали, что вам что-то не хватает, что-то пугает, или что, вот друзья вам говорили что-то? Знаний не хватало. Я не понимал, с чего начать и за что браться. А что у вас появилось первое, вот учитывая наш список? Деньги или идеи? Идея, конечно. А вот ради денег, по сути, и пошел. Спасибо вам большое. Ну, согласитесь, ведь очень часто, перед нашими студентами, особенно старших курсов, такая дилемма встает. Вот что делать по окончании института? Учиться по специальности или учиться не по специальности? Или, может быть, открывать свой бизнес? Вот, Юрий, что вы, Оксана, и вообще, дорогая, что вы посоветуете? Да, что здесь можно посоветовать? Из своего опыта я могу сказать, что действительно есть такая проблема. И я бы ее разделил на две составляющие. Первое, это то, что наших сегодняшних студентов не учат искать работу. Наши студенты привыкли, что государство их распределит, и они уже на все готовое пойдут. Поэтому первый путь решения проблемы это учить студентов искать работу самих. И вот мы в нашем институте этим сейчас занимаемся. Второе, что бы я хотел сказать, может быть, будет не совсем, так скажем, не очень ожиданно, что на сегодняшний день для того, чтобы быть конкурентным на рынке труда, недостаточно иметь одной специальности. нужно постоянно учиться. И может быть, не все знают, что наше государство позволяет сегодня получить вторую специальность на уровне высшего образования всего лишь за полтора года. И тогда такой студент, он будет намного более успешным и намного более эффективным на рынке труда. Что вы посоветуете? У нас сегодня очень много экономистов. Они по данным, по статистике часто не востребованы после вуза. Их не хотят брать. Они молодые, они неопытные. Вот, кстати, вы часто берете молодых студентов? Да. Вы берете часто? Мы берем часто, но мы берем их с помощью центра занятости. Есть программа для молодых специалистов по приобретению опыта. Вам не страшно приобретение опыта? Нет, не страшно. Мы уже привыкли, работаем давно по этой программе. Мы набираем и экономистов, и бухгалтеров, и программистов на работу. Они у нас работают 6 месяцев. Мы их учим. они набираются опыта. Да, я забыла, что вы умеете, да, умеете обучать бизнесу. Спасибо. И до сих пор работают у нас есть специалисты, которые остались после такой практики. Людмила, одну секунду. Я к чему веду все это? Вот смотрите, у нас очень много экономистов. Какую вторую профессию вы посоветуете тем, кто не востребован, чтобы все-таки одно дополняло другого? Другой, я так понимаю. Ну, знаете, что я бы здесь хотел сказать, что, да, очень часто говорят, что у нас в стране много экономистов, много юристов, но почему-то не найти. Вот когда ищешься в штат экономиста либо юриста, то очень сложно найти такого специалиста. Уважаемые экономисты, юристы, те, кто не востребован после института, да, не забудьте, что вот только что сказал Юрий Колесник. Да, вас ждут. Да, вас ждут только все, что профессионалы. Мы ждем грамотных, и я скажу больше, что грамотного юриста, экономиста все ждут. Так, Оксана, вы тоже хотели, что это было? Вопрос, вот изначально был такой, что делать студенту, да, вот он уже заканчивает университет, и искать ли ему работу, создавать ли ему предпринимательство. Вот здесь у меня однозначная рекомендация, прежде чем создавать какой-то бизнес, организовать фирму, нужно обязательно обрасти опытом и практикой, потому что замечательно, если студент живет и воспитывается в семье бизнесменов, там, где он может этому научиться, не выходя из дома. Но если вдруг такого опыта и практики нет, то сразу бросаться в бизнес без получения особых навыков, которые на самом деле за партой в университете не получишь. Надо научиться и работать с партнерами, и работать с поставщиками, и правильно организовывать бухгалтерию. Вы знаете, у нас яркий пример молодого студента, который еще учится и уже открыл свой бизнес. Вы приходите к нам через год, хорошо? И расскажите, насколько успешно. Многие примеры тоже есть. И я ни в коем случае не говорю, что так делать нельзя. Это тоже опыт. Опыт, через который он пройдет методом проб и ошибок. Потому что в бизнесе без ошибок никогда не получается. Спасибо. И главный стопор любого бизнеса это боязнь ошибиться и сделать что-то не так. И вот если бизнесмен допускает ошибки, переступает через них, делает выводы, идет дальше, тогда из этого бизнесмена получится хороший успешный бизнес. Спасибо большое. Людмила. Наташа, я хотела сказать о том, что у нас есть в обществе явление инфантильности. Наши дети очень поздно начинают работу. С этим надо что-то делать. И мое личное мнение, мы должны менять вообще парадигму воспитания наших детей. Нужно говорить примерно так. Ты должен начать работать как можно раньше, а учиться ты должен ребенок всю жизнь. И вот сколько мне приглашают на передачу по бизнесу, я все время проговариваю. Потому что когда ребенок приходит в общество, начинает работу в 24 года, в 25, это очень поздно. Ему тяжело интегрироваться с рабочими людьми. Поэтому пусть он не занимается бизнесом. Вот то, о чем Оксана говорила, ну же какие-то навыки. Людмила, а что ты имеешь по словам работать? Он должен научиться зарабатывать? Он должен научиться зарабатывать. Каким способом? Это уже что ему ближе. Но он должен как можно раньше начать служить этому обществу, в котором он живет. Потому что к 25 годам уже, понимаете, руки есть, работать не хочется. Спасибо, интересная тема. Все-таки я сказал бы так, если человек получает образование, высшее или среднее специальное, наверное, он поступал для того, чтобы получить эту специальность. И надо идти и стремиться к тому, чтобы ее получить и работать по ней. Но в это же время, когда он получает, если есть возможность, и вот то, что дает сегодня 337 указ, без государственной регистрации, правильно было сказано, начинать работать и немножко зарабатывать на себя. Тогда это все совместится, а потом он выберет себе. Или ему заняться бизнесом, или работать обязательно по той специальности, которой он обучался. Государство туда вкладывает деньги. Он на это рассчитывал, когда поступал. Но в конце и концов, ведь можно же быть студентом, экономистом с дипломом, печь пирожки, а то мы привыкли где-то мыть посуду в ресторанах. Ведь можно действительно заниматься своим собственным бизнесом. Мне кажется, это хорошая идея. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Вот сейчас, перед Новым годом, будет много корпоративов, и мне предложили поучаствовать в роли Снегурочки. И вот подскажите, как это сделать, чтобы не было проблем легально? Чтобы Новый год прошел для вас успешно, я вас понимаю. Да, да. Спасибо большое. Надо ли платить налог от такого вида деятельности? Действительно, здесь 337-й указ главы государства работает. То, что мы сегодня уже говорили, человек приходит в налоговую инспекцию, заявляет об этом виде деятельности, и как физическое лицо, заплативший налог, человек может осуществлять вид деятельности Снегурочки. Но, Снегурочка без Деда Мороза не бывает. Это еще одно физическое лицо, это еще один налог за Деда Мороза. Поэтому работайте в паре с Дедом Морозом, тогда дети будут вас приезжать. А не будет ли это наемный Дед Мороз, который попадает под другой совершенно указ? Это не будет наемный Дед Мороз, мы рассказали, как сделать правильно, чтобы не нарушить сегодня норму права. Спасибо. Интересно. Очень интересно. И знаете, что еще? У меня такая мысль возникла, а не смотрят ли нас сейчас дети? Вот они узнают про Снегурочку и Деда Мороза. Я думаю, начнут, начнут, смотрят. Налоговая инспекция Министерства по налогам и сборам разработала уже две книжки детям о налогах сказки. Сегодня на студии вот первая книга есть, мы получили вторую книгу. И что здесь радует? 8 числа, 8 декабря областной филармонии был поставлен спектакль «Мыши украли налог». Серьезно? Это 40 минут действия, и где дети школьного возраста, они участвовали, просто участвовали, проникнувшись к этой теме, когда сказали, что такое налоги, для чего они нужны, и когда два мышонка убрали, забрали рюкзак с бюджетом, а потом сталкивались с проблемами жизни одни неприятности, вторые, и возвращали все назад. Поэтому не будет. Я думаю, что дети будут читать сказки и понимать, что платить налоги уже в лет 18 должны быть. Но если они пойдут работать еще раньше, они быстро узнают, что такое налоги. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Что делать тем, кто оформил ИП, но попадает при этом под указ 337-й, и вообще, как получить финансы под собственное дело, поговорим об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир «Как открыть свой бизнес» тема нашей программы. Известный факт, что начинающие предприниматели в нашей стране могут совершенно спокойно получить помощь государства на открытие своего бизнеса через биржи труда. Вот о какой сумме идет речь и реально ли на такую государственную поддержку открыть собственное дело? Расскажет наша следующая гостья Ольга Щеголькова. Встречайте, пожалуйста. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Присоединяйтесь к нашей компании. И давайте, если вы не против, на вашем примере попробуем разобраться, понятен ли вам механизм, который предлагает сегодня указ 337-й. Вообще, скажите, вы оформлены ККП? Да, я оформлена ККП. Вот вышел указ. Сегодня вы занимаетесь, скажем так, парикмахерские услуги. Парикмахерские услуги. Да, у вас своя гримерная. Можете ли вы отказаться от ИП? Будете ли это делать, закрывать ИП? Я, скорее всего, не буду закрывать ИП, потому что у меня сразу урезается много возможностей. Это такие, как работа с организациями. Например, я сотрудничала с торговым центром «Секрет», и теперь я просто не смогу с ними сотрудничать. Ну, либо другие организации, которые тоже обращивают по безналу, например, на услуги. Получается, этот указ как бы вам не интересен? Ну да, потому что я не смогу развиваться дальше просто. Хорошо. А расскажите в двух словах, вот почему вы решили заняться именно этим бизнесом, вообще, как решили открыть свое дело? Ну, все началось с того, что мне начал нравиться макияж. И на тот момент я продавала жатки. А образование какое было? Экономическое. А, экономист продает жатки и любит риса, разукрашивать. Да, ну что такое жатки? Это то, что агрегатируется к психоспехнике. Ну, Ольга, продайте-ка там жатки сейчас. Вы же едите хлеб. Хлеб собирается жаткой. Комбайном? Комбайном, да. Да, но к комбайну агрегатируется жатко. Вы работаете с Гумсильмаш? С Лин. С Лин. Я так понимаю, ваш бизнес первый был намного интереснее, по крайней мере вашего зрителя. Да, я могу продать жатку. Хорошо. А как сейчас бизнес? Ну, в тот момент я поняла то, что это не то, чем я хочу заниматься, и я решила уйти с основной работы и устроилась в центр занятости. Так. Я решила окончить курсы парикмахера. Там? Прямо при центре занятости? Да, да, да. Я пришла, я уточнила то, что есть такие курсы, они бесплатно. И, в общем-то, я ждала, пока начнутся эти курсы, примерно два месяца. То есть очередь? Да. Ну, как, ну, там группа набиралась, и она все никак не набиралась, и я ждала, ждала. И в тот момент я узнала о том, что есть поддержка государства на открытие бизнеса. Сколько, о какой сумме идет речь? Ну, в тот момент, это был 13-й год, я получила тогда 11 миллионов. Это было, ну, в районе тысячи долларов. Вот. Я обратилась к специалисту уточнить, как это происходит, ну, что мне для этого нужно, и, ну, как бы по пунктам все это выполнила, защитила бизнес-план. А, бизнес-план пришлось еще предоставить. Ну, так как у меня экономическое образование, то, в общем-то, проблем с бизнес-планом не возникло, и, ну... Ольга, ну не бывает, что проблем вообще ничем не возникло. Наверняка какие-то сомнения, когда вы это начинали, были, да? Были. Было страшно. Было страшно то, что много конкурентов, на самом деле. Было страшно... Жадки, мне кажется, нет, не такая конкурентная среда, в принципе, да. Ну, да, но, как бы, было страшно. Было страшно, ну, как бы, единый налог обязывает тебя платить, есть у тебя доход, нету у тебя дохода, есть у тебя заказы, нету у тебя заказов, и, ну, ты заплати и, как бы, работай. А вот не поспорите ли вы с нами, что вот такой страх, наоборот, стимулирует человека? Нет? Мне все так казалось. Есть два типа людей. Одних страх вводит в ступор и блокирует всякие действия, а других людей он стимулирует на то, чтобы двигаться еще более интенсивно. Знаете, у меня было один таком в молодости, в 90-е, он говорил, у меня как долги, я живу, я их отдаю. Вот. Наталья, можно? Да. У нас все-таки в налоговом кодексе, в 35-й главе, предусмотрена льгота для платежика в единого налога, для индивидуальных предпринимателей. Если человек зарегистрировался впервые, и с момента начала осуществления деятельности, минус 25 процентов первые три месяца. Поэтому нарабатывайте, скажем так, льготу. Может, это незначительный период времени для льгот. Здесь можно, конечно, где-то посмотреть, поанализировать. Но то, что эта льгота есть, она есть сегодня. Но она и тогда была, я ее воспользовалась. Но когда ты только начинаешь? Но вы проходили все-таки обучение, вы получили профессиональное образование. Бесплатное обучение от государства, плюс финансовую поддержку, да, и сегодня имеете свой бизнес. Финансовую поддержку не пришло же возвращать? Нет, нет, конечно. Определенный период времени, через два года, все, развивайтесь. Владимир Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, сколько сегодня конкурентов, которые не регистрируются как ИП, вот за эти два месяца появились у Ольги? Вот по 12 видам деятельности зарегистрировано было 240 физических лиц. И в то же время 118 человек перешли с индивидуальных предпринимателей. Прекратили свое предпринимательство, пошли, ашли, 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 как физические лица. Есть, конечно, ряд преимуществ. Не надо вести учет, не надо отчитываться перед налоговым инспекцией, не надо принимать наличные денежные средства при помощи кассового суммирующего аппарата. Вот. Предоставлять, соответственно, если есть необходимость, конечно, какую-то другую информацию по запросу налогового органа, от этого физическое лицо освобождено. Но в то же время человек сам вправе определиться, что ему делать, дальше работать или не дальше работать. И как правильно было здесь сказано, у вас есть наемный работник, да? Да. Есть наемный работник, и по 337-му только физическое лицо имеет право шлить деятельность самостоятельно. Поэтому вы определитесь, и вы работаете дальше, продолжаете этот бизнес с наемным работником, или вы расходитесь, и тогда работаете сами, а наемный работник работает сам на себя. Но я думаю, у вас правильное принятое решение, потому что вы можете, скажем так, определенный режим работы выдерживать, и остальные параметры. Это плюс. Это плюс. Ну, во-первых, Ольга, вот эти аплодисменты за смелость и за откровенность, да, за то, что вы сегодня пришли к нам на прямой эфир. И вы не боитесь, вот скажите еще раз честно, вы не боитесь конкуренции? Ведь сегодня 337-й указ, он дает возможность очень многим людям с вашей профессией заниматься этим намного проще и легче, чем это делаете вы. Ну, как сказать, не боюсь. Конечно, страх присутствует всегда. И я думаю, что даже человек, придя на работу какую-то официальную, да, он всегда должен бояться о том, что придет специалист, намного квалифицированнее его, да, и завтра могут закончиться ваш контракт, и вам скажут, извините, но вы нам не нужны. В моей профессии, ну, я сама себе хозяин. Если я начинаю бояться, я иду на какие-то дополнительные мастер-классы, я себя как-то дополнительно организовываю, я какие-то придумываю бонусы для моих клиентов. То есть, ну, как бы, все от меня зависит, на самом деле. Бухгалтерию ведете сами? Да. Да. Интонация сказала сама за себя, да. Спасибо. Там для платежщиков единого налога бухгалтерия не слишком сложная, да? Вот книгу учета выручки и кассовый аппарат, на этом вся бухгалтерия. Ну, еще наемное лицо. Ну, наемное лицо, да. Если есть наемное лицо, удержали подоходную наноску, доставили два вычета. А так ничего сложного. А так ничего сложного. Да, и стали отчет еще в фонд социальной защиты населения. 11 классов образования для индивидуального предпринимателя позволит разобраться с этой бухгалтерией. Есть телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер, вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Мы ослышаем. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Оксана, я студентка Гомельского университета Скорыны, и в свободное время хотела бы заниматься разработкой веб-сайтов. Скажите, обязательно ли мне регистрироваться предпринимателем? Спасибо большое, спасибо за вопрос. Ты понимаешь, мне вопрос, да? Конечно, вам нет, не обязательно. Нет, не обязательно регистрироваться. Опять 337 указ, в виде деятельности разрешен, это для физических лиц. Обращайтесь в налоговую инспекцию по месту, соответственно, своего проживания. Указывайте, где вы будете шлять деятельность. Вам говорят ставку налога, рассчитывают, и вы идете платить и осуществляете в виде деятельности. Спасибо большое. Вот мы как раз-таки, да, подвели вот к тому с помощью Ольги, что курсы. Ну, я так понимаю, Ольга говорила про свои мастер-курсы, которые по своей профессии, а я бы хотела поговорить про бизнес-курсы. Насколько вообще бизнес-курсы, вот такие, например, как успешное трудоустройство, о котором мы говорили сегодня на программе, в принципе, помогают открыть человеку свой бизнес и сделать вот эти первые шаги в предпринимательстве, Юрий. Ну, я считаю, что вообще обучение, вот мы там уже обозначили это зеленым светом, это ключевой момент. И здесь нужно чего начать? Нужно человека подтолкнуть, чтобы он сделал первый шаг. А дальше ему подсказать, как продавать, как взаимодействовать с людьми, как открывать свой бизнес. Вот мне очень понравилось, как Ольга, что называется, это классический пример предпринимателя, она рискует. Надо понимать, что предпринимательство — это риски. И надо еще что понимать, что сегодня современный институт, вот я могу здесь говорить про свой институт повышения квалификации, это не классические лекции. Сегодня это интерактивные занятия, это интерактивные тренинги, это бизнесы игры, это консультации и менторство. Мы сопровожаем бизнес-идеи наших участников, нашего проекта. То есть это не просто какие-то скучные занятия с тетрадками, да? Совершенно верно, я даже больше скажу, что мы с участниками проекта «Успешного трудоустройства» ездили в лес под Минский, там успешные предприниматели проводили тренинги в рамках молодежного бизнес-форума. Поэтому сегодня это интерактив, это современные методики образовательные. И даже здесь можно говорить, вот еще была школа предпринимательства социального у нас, где у нас часть занятий проходили по дистанционной форме. У нас участвовали эксперты из Италии, из Швеции, из Минска. И вот эти вот интерактивные занятия, они помогают людям действительно получать самые передовые знания. И это можно сегодня получить в институте. Спасибо большое. Вы знаете, вот я бы хотела... Чего-то мне не хватает. Вот чего-то вам не хватает, да, Валентина? Да, наверное, надо прийти. Может быть, для меня там место найдется. Валентина, вы уже понимаете, чего вам не хватает, в принципе? Пока нет. Пока нет, но уже стало интересно, да? Да, очень, очень, очень. А я, вы знаете, хотела бы вам задать другой вопрос. Восемь лет назад, да, вы открыли этот бизнес свой, консалтинговое такое предприятие. Восемь лет назад, мне кажется, это вообще было что-то, наверное, непонятное, запредельное для нас. Но в свое время, что все-таки вас побудило уйти в это свободное плавание? Здесь у нас речь идет, четыре года назад человек получил господдержку. Вы открыли свой бизнес восемь лет назад. Вот мне интересно, что побудило, и легко ли было вот это вот психологически, этот вот переход? Ну, здесь уже про идеи все сказали. Как бы двигателем все равно является эта идея. Ну, и знаете, когда хочешь сделать хорошо, это сделай сам. Когда появляются клиенты, и понимаешь, что те бухгалтера, которые на месте сидят, они работают по шаблону, и у них обычно не хватает времени ни на что. Вот как бы так и получилось. А вам долго пришлось ждать своего первого клиента? Или у вас сразу уже была клиентская база? Ну, можно сказать, сразу. Скажите, вы мотивируете вот как-то себя в бизнесе? Это вообще Людмила, наверное, вопрос любимый, да, про мотивацию. Но, в принципе, вот у вас есть какая-то мотивация? Вот сейчас, вот вы ставите перед собой какие-то цели? Конечно, ставим цели. Какие? Развиваться. Развиваться еще дальше, дальше и дальше. Открывать, ну вот мы планируем как бы, открывать филиалы в других областных центрах. Ну, и знаете, наверное, я не знаю, что еще. Но, в принципе, развитие и... Да, если сказали развиваться, вы правильно подчеркнули, развитие без получения дохода не будет. Конечно же, есть доход, конечно же, есть перспектива. Это было первое, что я сказала, конечно же. Будет перспектива на развитие. Человек, ну, нормальное явление, человек просто хочет себя лучше себя чувствовать, состоятельным. Поэтому зарабатывать и развиваться. Спасибо. Есть вопросы в Вайбере. Роман задает вопрос, очень интересно. Я занимаюсь реализацией бытовой техники, три года. Есть собственный магазин. За последние полгода резко снизились продажи. Мне интересно, если я обращусь к бизнес-консультанту, сможет ли он мне помочь и чем? Вот такой вопрос от Романа. Ну, наверное, бизнес-консультанту, к нам он может обратиться для оптимизации налоговой системы, расходов, да, я бы сказала так. Ну, как бы подобрать ему оптимальную систему налогообложения под его вид деятельности, а все остальное, я думаю, это нужно идти на обучение. Что посоветуете, Оксана Юрьевна? На самом деле, самый главный, ключевой фактор успешного бизнеса – это постоянное развитие и обучение не только себя, но и своего продукта, своей услуги. Развивать надо то, что ты продаешь, то, что ты производишь, то, что ты предлагаешь. Команда единомышленников должна в унисон развиваться с руководителем. Именно обучение, постоянное, то есть предприниматель – это каждодневный студент, выходя с пятого курса, получает диплом, ты выходишь, ничего не зная о предпринимательстве. И только там, в полях, ты начинаешь получать те жизненно важные необходимые навыки, опыт, общение через ошибки, пробы. И обучение длится каждый день. Это даже не останавливается, когда рабочий день заканчивается. Ольга, у вас обучение продолжается каждый день? У меня каждый день. Новый человек ко мне приходит за макияжем, и я учусь чем-то новым, потому что каждому нужен свой подход. То есть вы согласны, Юрий, что вы хотели добавить? Еще я бы хотел тоже дополнить, я согласен с тем, что было сказано, что сегодня, даже вот в нашей, в Беларуси, есть у начинающих предпринимателей уникальная возможность получать знания и опыт от людей, которые уже давно в бизнесе. То есть не только у преподавателей и тренеров, но еще у действующих предпринимателей. Не обязательно повторять их ошибки. Можно спрашивать, на какие грабли, что называется, они наступили, и уже этим пользоваться. И поэтому тоже очень перспективными являются бизнес-курсы, которые позволяют пройти краш-тест своих бизнес-идей. И познакомиться заодно с предпринимателями, учесть их ошибки. Очень-очень интересно. Мы продолжаем прямой эфир. Современный бизнес, считают эксперты, требует социальной направленности. Это значит, что предприниматели должны стремиться получать не только прибыль, но и оказывать посильную помощь обществу в решении социальных проблем. В Беларуси пока нет законодательного определения такого понятия, как социальное предпринимательство и социальное предприятие. Но в нашей стране, в нашем регионе есть бизнесмены, которые занимаются именно такой деятельностью и даже обучают этому других. Кстати, стоит отметить, что гомельчане первыми открыли подобный бизнес-курс. Но обо всем по порядку. Оксана, я знаю, что вы сами, мы уже это обозначили сегодня, являетесь социальным предпринимателем, при этом обучаете других бизнесменов. И у нас есть вопрос в Вайбере от телезрителей. В чем заключается вот эта ваша социальная деятельность как предпринимателя? Я бы сначала хотела, может быть, пару слов сказать о том, что такое социальное предпринимательство, потому что неумудренному опытом зрителю будет сложно понять, о чем мы говорим. Социальное предпринимательство – это отдельный уникальный вид предпринимателя, который во главу своей идеи, бизнес-идеи, ставит сначала решение социально значимого вопроса в обществе. А полученная прибыль… То есть идея должна быть социальной в нашем? Социальной. А прибыль является средством для решения этой проблемы. Приведись пример, как бы. Например, у нас в Беларуси есть типография, она называется «Арт-идея». Там руководитель, она мама, она родила когда-то ребенка с ДЦП, с множественными нарушениями. И у него даже нет сохранного интеллекта. Он сидел до 18 лет без дела, и маму это убивало. То есть она пронесла эту боль через себя и решила, что она сама найдет место. То есть она трудоустроит своего ребенка на своем предприятии. Она открыла типографию, где сейчас трудоустраивает людей с вот такой проблемой. То есть люди, у которых нарушения множественные в опорно-двигательном аппарате… Получили работу. Они подпечатают визитки, режут на резаках, они моделируют какие-то проекты пакетов. И все это продают, получают зарплату. У них трудоустроенные люди с инвалидностью, и у них есть зарплата, которую они сами себе заработали. Они не ждут, что им окажут благотворительность. Помощь в трудоустройстве инвалидам. Дальше. Какие еще? Обозначьте еще хотя бы три социальные тематики, над которыми можно говорить. Главные тематики социального бизнеса – это экология, трудоустройство людей с инвалидностью, это проблемы сельских территорий. Их очень много. Это начиная от трудоустройства, занятости, алкоголизма, использования незанятых домов, территорий. Это могут быть проблемы производства продукции для инвалидов. Потому что очень остро стоит вопрос. Массовое производство продуктов, которые необходимы нам, поставлено на поток. А для человека с инвалидностью не всегда есть достаточное количество товаров. Оксана, спасибо. Спасибо большое. Я бы хотела просто обозначить, что к этому проекту имеют отношения Оксана Шевченко и Юрий Колесник в нашем регионе. Юрий, скажите, а насколько вообще развито социальное предпринимательство у нас в Гомельской области? Если говорить про Гомельскую область или вообще, что ли, можно здесь говорить про Республику Беларусь, то мы можем сегодня уже видеть, есть такая информация в прессе, что порядка 150 социальных предприятий по всей республике. Но этого, конечно же, мало. Мы знаем, что такое социальное предпринимательство. Это когда решаются социальные проблемы. У нас в стране немало социальных проблем. Это и трудоустройство людей, это и проблемы людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И вот бизнес, который им будет помогать, можно в той или иной степени отнести к социальному. Ну и еще здесь можно что дополнить, что называется, что нужно развивать и социально ориентированный бизнес. Это такие понятия, как корпоративная социальная ответственность. Когда крупный бизнес решает тоже социальную проблему, учащая свои прибыли, направляет на благоустройство памятников, либо на благоустройство близлежащих территорий и другие проблемы. Это один из видов социального участия. Получается, предприятие может либо оказывать благотворительность, либо быть социально увлеченным и ориентированным, либо предприятие может стать во главе проблемы, которую оно обозначает, и стать социальным предпринимателем. Есть тонкие грани различия между этими. Я знаю, что сегодня в нашей студии присутствует несколько социальных предпринимателей, или хотя бы людей, которые стремятся к этому. Давайте вот уточним, узнаем, да, что их, что ими двигает. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Пищенкова. Я представляю проект КИД «Культура, история, технологии». И наша цель – это вывести в регионах молодежную культуру из андеграунда. Это значит, что мы хотим дать возможность молодым людям интересным, которые занимаются творчеством, разрабатывают свои авторские проекты и идеи, делиться именно широкой аудиторией, не только в соцсетях. Для этого мы создали онлайн-журнал, онлайн-площадку, и проводим открытые интервью с нашими героями, и создаем интерактивную афишу. Но при этом вы собираетесь пройти обучение в школе социального предпринимательства. Вам зачем это? Да, мы как раз сейчас на стадии номер три – обучение. То есть у нас есть какой-то ресурс, который мы готовы вложить в этот проект, но мы не хотим зря потратить наши ресурсы, хотим их потратить с умом, потому что когда ты проект начинающий, я думаю, что все со мной согласятся, ты дорожишь каждым рублем. И поэтому мы подаем заявку в школу социальный предприниматель, чтобы наша идея обзавелась хорошим работающим бизнес-планом, и чтобы не сделать те ошибки, так сказать, перенять опыт менторов, которые будут в этой школе преподавать. Вы знаете, вот эти аплодисменты для вас. Спасибо. Я хотела бы задать вопрос студенту, да, с которым мы, в принципе, начинали общаться в первой части программы. Вам интересен проект социального предпринимательства, вот как только-только начинающему бизнесмену? На самом деле мы уже обсудили некоторые вопросы. Я думаю, мы подружимся. Вам есть что предложить обществу? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, как видите, эта тема, она, в принципе, очень интересна. Недавно, на днях, открылась школа социального предпринимательства в Гомеле. Это для тех, дорогие друзья, уважаемые зрители, кто не знает. Я знаю, что это вторая такая школа. Первая уже была в прошлом году, если можно коротко. В чем отличие? И что будет? Потому что люди задают вопросы в Вайбере. Очень много вопросов о том, как попасть к вам на обучение. Попасть к нам очень просто. Я бы хотела начать с того, что хотела бы пригласить всех людей, увлеченных идей, сделать мир вокруг себя чуть-чуть лучше. Работать не только для себя, но и работать для сообщества, в котором мы находимся. И замечать те проблемы, которые находятся рядом с нами. Потому что мы почему-то всегда ждем, что государство решит за нас все вопросы, все проблемы. На блюдечке принесет все ответы. А ведь 80% успеха решения всех социальных проблем лежит в нас самих. И если мы будем замечать, обнажать эти проблемы и искать пути решения этих проблем, то я думаю, что общими усилиями это будет сделать лучше. Скажите, вот у меня такой вопрос ко всем. Как вы считаете, а вообще как сориентировать бизнесменов, действующих, настоящих, успешных, таких акул, я бы даже сказала, на социальные проблемы? И насколько, в принципе, это необходимо? Я думаю, что здесь никого специально не сориентируешь. Человек должен пройти определенный этап осмысления, для чего ему нужен именно этот вид предпринимательства. И, как правило, это либо судьба человека помещает в определенные условия, когда ты оказываешься внутри проблемы. Оксана, это все понятно, это интересно, но есть еще и налоговое послабление, наверняка, которое, поверьте, очень интересно тем, кто не внутри проблемы, но может оказать какую-то помощь, в принципе, в обществе. Очень не хочется, чтобы социальный бизнес начинался со смысления, а что я от этого получу. От этого, понятно. Мы вас услышали, спасибо. Мы вас услышали, да. Владимир Васильевич. Все правильно сказано, но все-таки закон есть закон, и система тех льгот налоговых, которые предусмотрены именно предприятиям, которые занимаются социальными проблемами, она есть. Льготы, которые предоставляются предприятиям, которые используют труд людей с ограниченными возможностями, это уменьшение ставки налога на прибыль, 141-я статья Налогового кодекса. И действительно сумма льготы предоставлена значительно, и это те денежные средства, которые государство говорит, что платить государству не надо, а предприятие может направить на развитие и поддержание именно тех людей, которые участвуют в этом бизнесе. Это по единому налогу для индивидуальных предпринимателей, которые имеют инвалидность, это 20% уменьшение ставки единого налога. Это многодетные семьи, 20% ставки уменьшения единого налога. Максимальная льгота здесь 45%. Ряд налоговых льгот они есть, и если действительно человек проникся этой мыслью, проникся этой идеей, которую вы сказали, ничего страшного, когда он будет использовать то, что ему положено использовать по закону. Вдруг это станет стимулом, по крайней мере. Ну, скажем, станет, будут средства для развития и продолжения этого бизнеса, и поддержания именно людей, которые нуждаются в какой-то помощи. Спасибо большое. Юрий. Ну, я бы хотел ответить на вопрос, в чем же будет отличие между первой и второй школой. Когда мы писали этот проект по второй школе, то думали о людях, которые испытывают какие-то ограничения, в том числе и инвалидах. И поэтому мы будем стараться сделать эту школу доступной, инклюзивной для людей с инвалидностью. Спасибо большое. Ольга, скажи, пожалуйста, как вам идея о социальном предпринимательстве? Есть что предложить? Ну, я могу сказать, ну, я не знаю, как насчет предложить, но я могу сказать то, что мы, например, нашими визажистами гомельскими, мы каждый Новый год собираемся и едем на елку к деткам, на жемчужину, детский дом. Мы делаем им праздник, мы им делаем новогодний грим. Мы берем пакеты мандарин, конфет, мы это делаем совместно. Скажем так, это не чистый вид социального предпринимательства, это социальное ориентирование предприятия. Это тоже хорошо, это тоже надо, потому что не все могут быть социальными предпринимателями. Спасибо, спасибо большое, Оксана. Дорогие друзья, буквально одна минута эфирного времени для того, чтобы подвести итог на тему нашей сегодняшней программы, как открыть свой бизнес, вообще легко ли сегодня быть бизнесменом. Принято несколько важных документов для стимулирования бизнеса, повторюсь. Вот мне интересно, каковы ваши прогнозы? Помогут ли эти вот нормы справиться с существующими проблемами наших предпринимателей? Ну я вопрос буду отвечать таким вот образом, говоря про цифры. 337 указ на 1 октября 2550 платежщиков, на сегодняшний день 3054. Вот это вот рост, не только по 12 с добавленным видом деятельности, это по всем 30. Надо информационный ресурс подключать, надо объяснять людям те нормы права, которые введены, не только 337, а ряд других документов. Тогда сдвинется все, люди будут активизироваться, проявлять интерес к получению доходов. И я думаю, получится. Владимир Васильевич, мы всегда рады видеть вас в нашей студии. Пожалуйста, приходите, информируйте. Спасибо большое. Последний вопрос. Насколько вы считаете, регионы способны сегодня изменить вообще общую картину предпринимательства в стране в целом? Юрий, вот как вы считаете? Да, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, регионы как раз и способны изменить эту картину. Если даже взять наш Гомельский регион, это что такое? Это самый развитый промышленный центр. И второе, что все наши белорусские регионы, они трансграничные. Вот этот потенциал нужно использовать. Второй момент, это нужно использовать потенциал сельских территорий. И вот мы в ближайшее время с нашими участниками проекта «Успешное трудоустройство» едем в Брагинский район и будем показывать, как там, вот в этих условиях непростых развивается бизнес. Я бы хотела закончить эту программу, вы знаете, вопросом к Ольге. Есть пожелания для бизнесменов? Все-таки вот оттуда и вот прям туда, да, что называется? Ну, я хотела бы, чтобы в первую очередь придумали для себя мечту. Мечтать это очень важно. А когда мечта будет, у вас все получится. И даже если не получилось, то, значит, пробуйте что-то другое. Дорогие друзья, как начать свой бизнес? Сегодня мы искали ответ на этот вопрос с нашими гостями, с нашими экспертами. Я благодарю всех за компетентность, за откровенность, за смелость. Вы знаете, очень хочется надеяться, что советы нашей сегодняшней программы помогут нашим телезрителям, всем нашим жителям Гомельской области все-таки задуматься хотя бы о собственном деле. Мне кажется, это уже первый шаг. Дорогие друзья, это был еще один добрый вечер Гомель с Натальей Волынецей. До новых встреч в прямом эфире.